Приветствую вас, на мой взгляд, вы описываете сочетание стыда, размытых личных границ своих, и, наверное, заниженные самооценки. Мне кажется, что, ну, вообще, вот, вообще, в принципе, вполне нормально, то, что вам кажется, что к вам относятся потребительски. Я не буду говорить, как это или нет, на самом деле, потому что для каждого человека, наверное, есть свои собственные представления. Да, я не хотел бы навязывать вам что-то своё, да, мне кажется, это было бы неправильно. Вот если вам так кажется, значит, так оно и есть. Вот, и, понимаете, вот, ключевой момент заключается в том, на мой взгляд, что вы не знаете, что вам делать, вам неудобно. Вот вам неудобно, да, и что тут? Ключевой момент заключается в том, что вам неудобно, то есть вы чувствуете, что что-то вам хочется, чего-то вам хочется. Вы чувствуете, что вы чувствуете, что вот как бы, ну, что вам, вот, что-то необходимо, да, вот, но при этом вы не говорите об этом. То есть при этом вы не выражаете, ну, не выражаете это при этом, вот, и не заявляете об этом. Хотя вы это чувствуете, вы это ощущаете, вам, вам, вы это, для вас это, там, условно говоря, ну, очевидно, да, вот. Но, как бы, проблематика, как раз, на мой взгляд, заключается в том, что вы не можете выразить, не умеете, не умеете, наверное, лучше так сказать, не умеете выражать то, чего вам хочется. Вот. Не умеете выражать, вы свои чувства, например, например, вот в чем, собственно, как мне кажется, проблема заключается. Почему? Вот. Вопрос. Хороший. Как мне кажется. Почему так? Почему вот такая вот у вас реакция, да? Почему у вас такая модель? Откуда такой, можно сказать, запрет на выражение того, что вам неприятно? что вам некомфортно и так далее. Ведь, ведь откуда-то это же появилось, откуда-то же это взялось. Вот. И, на мой взгляд, ну, как раз наша задача заключается в том, чтобы на этот вопрос вам ответить, чтобы помочь вам научиться обращаться со своими, вот такого рода чувствами, вот такого рода переживаниями, такого рода опытом. Вот. Ну, не потому что не хотите, да, потому что просто у вас не уверены в себе, стыдитесь, стыдитесь, там, ну, своих ощущений, стыдитесь своих переживаний, вот. Вот. И, как бы, в какой-то степени это нормально, в какой-то степени это логично, логично для вас, потому что у другого опыта, у вас, наверное, быть не могло. Это не значит, что вообще никакого опыта не могло быть, вот. То есть, конечно, какой-то опыт, другой опыт обеспечил бы вам возможность поступать иначе. Ну, вот, то, что, если у вас сейчас не позволяло, делать не в вещи, которую вы вернете, я, ну, более чем уверен, что... Ну, у меня всякого сомнения, скорее всего, если, там, как следует надавить, на, не знаю, на, там, своих, ну, вот, на людей, на, как бы, дело не в вещь. Я, ну, более чем уверен, что дело здесь не в вещь немножко, а дело здесь немножко в другом. Дело здесь в том, что вы стыдитесь, что вы стесняетесь своих ощущений, что вы, что вам неловко от того, что вы, вот, хотите свою вещь вернуть, хотите что-то, ну, для себя, например, попросить. Вот, о чем, как мне кажется, основная проблема. Вам сложно для себя, что-то просить вам тяжело для себя, что-то просить вам тяжело заявлять о своих потребностях. Вам кажется, что, если вы это сделаете, вам либо обязательно, например, либо вам обязательно откаживают, либо вас, там, я не знаю, вас застыдят, вот, вот, значит, либо, вы быть и не правы, и так далее. То есть, по сути, вот, по сути, как мне кажется, что вы пытаетесь сказать? сказать, что я не умею заявлять о себе, я не умею простраивать личные границы, как раз таки, вот, и вам тяжело, да, правда вам действительно очень-очень тяжело, потому что чувство всегда вины и вместе с тем неудовлетворенность, вот, и тут я бы, конечно, вот смотрел бы в сторону того, чтобы потихонечку опираться на себя, потихонечку обращать внимание на себя, потихонечку обращать внимание на то, что вы чувствуете, например, в данный текущий конкретный момент, вот, и потихонечку обрежать уверенность в себе, в собственных силах и так далее, вот. То есть, вот вы пишете, да, как правильно поступить, никак, знаете, то есть, нельзя здесь, в принципе, правильно поступить, здесь нельзя, потому что какое бы решение мы не выбрали, вот, а это решение будет, ну, иметь последствия, вот, я бы, я бы так сказал, вот. Поэтому вам нужно самостоятельно принять решение, да, для этого нужно учиться опираться на себя, для этого нужно учиться, ну, доверять себе, да, доверять тому, что, ну, словно говоря, вы чувствуете, да, вот. И не просто доверять, а уметь с этим обращаться, вот. Мне же кажется, что вы, ну, вот, не умеете обращаться, мне так кажется. Понимаете, какая, ну, какая неприятная достаточно штука здесь. Вот. И задача психолога, ну, жидкость это делать, причем не только с, не только с вот этой ситуацией, но и вообще с любой ситуацией, с любыми людьми, людьми, вообще, вообще. А не только с этой ситуацией, вот. И начинать нужно с малого, с малого. Знаете, возможно, то, что вы чувствуете, это только, ну, в какой-то степени только вершина айсберга. Вот, потому что, ну, вполне возможно, вполне возможно. Вот. Вот. А-а-а, что-то, что это только вершина айсберга, потому что. Вероятно, а-а-а, где-то, вот, в других, а-а-а, как вам сказать? А-а-а, где-то, в других, а-а-а-м, моментах. вы тоже себя игнорируете. Где-то в других моментах вы тоже не решаетесь сказать то, что вам хочется попросить, заявить о себе. Ну, как бы так, как вам хочется. Понимаете? Вот. Поэтому это в какой-то степени, да, такая системно повторяющаяся история. Понимаете? Вот. И на мой взгляд, подходить к ней, к этому подходить, нужно именно так. Не как иначе. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. То есть подходить к этому не как, к чему-то вот, ну, к чему-то единичному, да, а к чему-то системному, к чему-то, что подразумевает все ваше поведение. Каждый день, на постоянной основе. Это подразумевает исследование тех мыслей, идей, посылов, которые вами транслируются другим людям. Ну, например, не только ваши побруги и братам-мужам. Вот. Так что, как-то так. То есть это общая такая вот неуверенность в себе. Которая связана с тем, что вы просто, ну, не знаете, а вот что вы, что вы, что вы, что я хочу. Вот вы говорите, значит, мне раздражать, мне неудобно открывать глупость, я просто хочу, чтобы любая вещь была у меня. А неудобно это как? Вот это что, да? Например. Ну и так далее. Например. Я могу предположить, что вы стараетесь угодить людям. Могу предположить, что вы можете заискивать перед людьми. Могу предположить, что вы нуждаетесь в людях. Это нормально. Нуждаются в людях, это абсолютно нормально. Но. То, как вы это делаете. Понимаете? Вот. И, на мой взгляд, вот то, как вы это делаете, вам, ну, в какой степени мешает. Вот. То есть не мешает даже, а просто, ну, вы не являетесь собой вот. Опять же, это не гораздо не плохо. Это просто факт. Вот. Просто данность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что мой ответ послужит основанием для появления у вас обратных связей. Что, в свою очередь, послужит началом для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго и удачи!